Для теста нам понадобится 250 мл молока, 7 г дрожжей, 3 яйца, 150 г сахара, 150 г сливочного масла, 200 г сухофруктов, 600-700 г муки и можно добавить по вкусу ванилин или корицу. Для начала нужно замесить опару, для этого нам понадобится предварительно разогретое молоко, в него нужно добавить около столовой ложки сахара, туда же мы высыпаем дрожжи и добавляем примерно 200 г муки. Примерно вот такой консистенции должна быть опара, дальше мы убираем это в теплое место, накрыв полотенцем, мы ждем примерно 30-40 минут. Прошло примерно 20 минут и вот так вот хорошо у нас поднялась опара. После того как поднялась опара нужно отделить белок от желтка, мы добавляем сахар и немножечко взбиваем, так же поступаем и с белком, только в него мы естественно сахара не добавляем. После того как мы отделили белок от желтка, к желтку мы добавляем весь оставшийся сахар и взбиваем, и белок взбиваем просто без всего. Мы взбили желтки, они немножечко увеличились в объеме и побелели, дальше мы взбиваем белок. Белок нужно взбить в такую пышную упругую пену. Дальше нужно будет объединить все три составляющие и постепенно туда вводить муку. Но муку нужно вводить не сразу всю, а постепенно и смотреть по консистенции теста. Она должна быть не слишком плотная и не слишком жидкая. Теперь все это нужно объединить в однородную массу. Затем добавить туда масло комнатной температуры. Для удобства можно воспользоваться миксером. После того, как мы все объединили, вводим туда постепенно муку. Вот такой тест у нас получилось. Он очень мягкий, но при этом он не липнет к рукам. Если липнет, то немного. Дальше мы должны накрыть его полотенцем и убрать в теплое место на 40 минут. И дальше мы в него добавляем сухофрукты. У меня это цукаты и изюм. После того, как мы вымесили тесто, мы его снова убираем в теплое место на полчаса. Я буду использовать вот такие бумажные формочки. Но вы можете использовать абсолютно любые. Но предварительно их надо будет обязательно смазать маслом. Желательно наполнять формочку на 1 треть. Я разложила тесто по формочкам. И теперь его нужно будет снова накрыть полотенцем и подождать, пока она поднимется около 20 минут. Настало время поставить наши пасхи в духовку. На противень постелили фольгу. Скажи, зачем? Фольга нужна для того, чтобы не пригорала донышко. Ее нужно обязательно стелить этой блестящей стороной вниз, чтобы тепло немножко отражалось. И тогда 100% ничего не пригорит. На какой уровень будем ставить? У нас новая духовка, товарищи, обратите внимание. Это последний, второй, очень низу. Правильно? Да, впихивай, впихивай. У нас новая духовка, очень новая, прям совсем новая. Сенсорное управление. Также управление со смартфона, очень хорошее, мне очень нравится. Посмотрите, какая она классная. Это что ты сейчас сделала? Сахарная пудра. В сахарную пудру нужно добавить 2 столовые ложки воды и поставить на огонь. Не надо доводить отсюда кипение. Просто расплавить получается. Да. А желатин когда? Когда расплавлю. А сахарной пудры сколько? 200 грамм. 200 грамм сахарной пудры, 2 столовые ложки воды. И сколько желатина? 10 грамм. Такого разведенного желатина. Сухой желатин. Ну да. Я имею в виду, что сухой надо растворить. В сахарную пудру, когда она уже хорошо растворится, выливаем желатин. Затем эту глазурь нужно взбить. Прям горячую. Глазурь на глазах начинает белеть. Становится пышной и начинает белеть. Это все нужно делать очень быстро. А как определить, что все? Видно, что она пышная и белая? Да. Какая беленькая. Она успеет застыть прежде, чем сапожку посыпем? Да. Что, только желтая будет? Нет, я 3 для этой шоколадной. Что, только результат. Вот. Есть. А вот. Вон что, желтенькую добавь каких-то других сердечек. Давай вот эти остальные, не надо шоколадную, а ты хочешь шоколадную? Ты сама сказала шоколадную делать, или не надо ее делать? Надо. Так делать или не делать? Делать. Кроме куличей мы покрыли глазурью вот такой сушеный апельсин, получились вот такие вкусные апельсиновые конфетки. С обратной стороны вот так. Глазурь очень быстро застывает, интересно, правда? Куличики поближе. Надо решение. Глазурь. глазурь еще не совсем конечно застыл она должна все же затвердеть потому что прошло минут 10-15 вот смотрите на разрезе мне кажется очень удачный вариант вот 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 вот